Светлана Селивановская Посмотрите, пожалуйста, если в 2011 году мы зарабатывали 26 тысяч, то в этом году средняя заработная плата по профессорско-преподавательскому составу составила 84 тысячи. Я буду позже говорить, что эта средняя заработная плата, конечно же, складывается из зарплаты преподавателя и тех денег, которые зарабатывают сотрудники, выигрывая и выполняя различные гранты. Экологи добились показателя плюс 200% от средней заработной платы по региону. Руководство университета твердо намерено этот уровень поддерживать. В целом хочу сказать, что оба института, они продвигаются и не могут продвигаться. Понимаете? Не доработка. Проделы совершаются. Посмотрите, не пореднитесь к презентации. Таким образом делается какой-то карьерный институт или институт, который занимается проектом. В качестве механизма для получения финансов рассматривается открытие новых проектов, в том числе и совместных с международными научными центрами. Эффективностью работы служит публикационная активность. Например, 2018 год только начался, а в институте уже опубликована как минимум одна статья от каждого научного сотрудника подразделения. И это еще не предел. Работа над публикациями активно продолжается. В том же русле озвучил свой доклад директор химического института имени Бутлерова. В своем выступлении он раскрыл основные направления научной и образовательной деятельности. Ректор Казанского университета дал положительную оценку прослушанным докладам. Это хорошо, значит, мы правильно ведем работу. Если они совершаются, если расстрелы, значит, мы расширяемся. Другого же нет, если мы принимаем. Но в то же время мы хотим, чтобы все наши действия, начиная пропознавательная программа, заканчивая исследовательские проекты, мы сходили из одной простой вещи, простые улицы. Взяв слово по итогам обоих докладов, ректор отметил, что конкуренция на мировом рынке только возрастает. И для сохранения позиций необходимо прикладывать много усилий. Не говоря уже о том, что от КФУ требуется продвижение. Как отметил глава вуза, начав работать над программой повышения конкурентоспособности, университет стал заметно меняться, легко заметить разницу, каким был университет 15 лет назад и каким он стал сейчас. И чем ближе мы подходим к первой сотне, тем сильнее становится конкуренция. Нельзя сегодня говорить вот так, как мы работали там 15-20 лет, и это йога о возрасте, и людей, которые там работают. Мир давно поменялся, а мы все. Когда мы говорим о университете 4 лета, это не только цифровизация составляющих, а мы там сказали, это вот то, то, 3. Это самое главное, чтобы содержатель, вот еду, если вы видели, мы там рисовали, модель университета, в центре, это наукообразование, вокруг, это инновация, третье, это цифровизация. Но четвертое, это когда центральная часть наукообразования отвечает требованию 4 промышленной эволюции. Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Субтитры создавал DimaTorzok